Этот статус нужен для сохранения и разумного использования угодий на местном, региональном и национальном уровнях. С июня нынешнего года Приазовский заказник передан в ведение Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Заказник получил новые возможности для развития. Наша съемочная группа встретилась в заказнике со специалистом-орнитологом, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Кавказского заповедника Александром Перевозовым. Орнитолог, еще и отличный фотограф, лауреат престижного международного творческого конкурса «Золотая черепаха». Александр Перевозов впечатлен огромным природным разнообразием птичьего царства Приазовского заказника. Здесь высокое видовое разнообразие птиц и большое количество птиц. В заказнике на сегодняшний день известно 217 видов птиц. И вот за один день можно увидеть 70-80 из них. И, конечно, это очень говорит о высоком видовом богатстве этого заказника. Вместе с сотрудниками Кавказского заповедника мы, проехав на катере, побывали на экскурсии в удивительном месте, где протока впадает в Азовское море. Жизнь здесь буквально кипит. Много самых разнообразных птиц. Но самое незабываемое впечатление произвели кудрявые и розовые пеликаны, которые набирались здесь сил перед дальним перелетом. Тут масса интересных видов, и краснокнижных в том числе. Краснокнижных, если я не ошибаюсь, около 25-30 видов. Вот сейчас мы ездили на экскурсию и видели стаю пеликанов, кудрявых и розовых пеликанов. Конечно, это птицы, которые вызвали полную восторг у людей, которые их первый раз увидели. И у меня тоже они вызвали восторг, хотя я их не первый раз вижу. Издавна пеликан считается символом милосердия, самопожертвования и родительской любви. Победители конкурса «Учитель года России» получают в качестве награды хрустальные фигурки пеликанов. А на гербе этого конкурса красуется эта же птица, кормящая птенцов. Всеобщий интерес к этой удивительной, красивой и необычной птице не вызывает сомнения. Мы увидели стаю пеликанов, больше 100 особей в сумме. И вот представляете, каждая птица, сколько съедает рыбы и сколько нужно рыбы, чтобы прокормить такую стаю. Они тут себя чувствуют прекрасно, отдыхают. Это говорит о том, что здесь много рыбы, они могут прокормиться в устье протоки. И что их тут не беспокоят, не стреляют, не охотятся, не ездят. Они отдыхают, кормятся и чувствуют себя здесь спокойно. И еще, недаром в народе говорят, когда знаешь, то любишь, когда любишь, то защищаешь. Природное богатство приазовского заказника нуждается в очень бережном к нему отношении. Когда ты знаешь конкретный вид, вот это там зяблика, это кукушка, это славка черноголовка, это пеночка весничка и так далее, то ты уже совсем по-другому относишься к птицам. Когда ты их различаешь в природе, они как твои знакомые, ты их любишь. И, конечно, уже к защите птиц по-другому относишься. В начале октября в Приазовском заказнике международная группа орнитологов совместно со старшим научным сотрудником Кавказского заповедника Александром Перевозовым проводила учеты птиц. На лиманах, каналах и полях ученые ввели непрерывные наблюдения за утками, гусями, цаплями, куликами, синицами, кукушками. Всего, по предварительным данным, было отмечено более 100 тысяч особей, относящихся к более чем 90 видам птиц. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».